Понимаете, есть криминологический подход и криминологический аспект этого, а есть политологический, есть политика. Так вот, мы можем тут спорить, мы не специалисты в расследовании, в дознании и так далее, мы не следователи, не прокуроры. Но политические уроки какие? Вот мне не нравится, что мы используем вот эту, скажем так, трагедию, оппозиционный благ со своей правдой, власть со своей правдой, и мы начинаем сталкивать. Вот на это и расчет, чтобы посеять тут внутренний фронт сделать. Опять были раздоры, межнациональная борьба. Это может быть как раз убийство и вот эта серия убийств. Вот открытие новой фазы гибридной войны. Вот такой масштабной войны не будет на Востоке, там идет дело к такому переменю. На самом деле, Вадим, высказывают многие сейчас предположения, что как раз это может быть абсолютно продолжение этих серий убийств в абсолютно хаотическом порядке. Нет, ну на это и расчет. Посеять панику. Сегодня оппозиционеры, завтра сторонники власти. Правильно, правильно. Вот создать внутреннюю гражданскую войну здесь, чтобы все друг к другу вот так относились. Понимаете, если мы будем поддаваться на провокации, будем ненавистьей, вражду, в том числе и словом, не слышать друг друга, уничтожать друг друга словом, дискредитировать, дискриминировать друг друга. Кто-то будет дискриминировать оппозицию, кто-то будет говорить, власть плохая довела до этого. На это и расчет, чтобы полностью нас расколоть, разъединить. Спасибо.